Божьи слова на каждый день Только Бог, имеющий Личность Творца, обладает уникальной властью. Что символизирует Божья власть? Символизирует ли она Личность самого Бога? Символизирует ли она могущество самого Бога? Символизирует ли она уникальный статус самого Бога? В чем среди всего сущего ты видел власть Бога? Как ты увидел эту власть? Если коснуться четырех времен года, которые переживает человек, может ли кто-нибудь изменить закон чередования весны, лета, осени и зимы? Весной на деревьях появляются почки, и деревья цветут. Летом они покрываются листьями, осенью они плодоносят, а зимой листья падают. Может ли кто-нибудь изменить данный закон? Отражает ли это один из аспектов власти Бога? Бог сказал «Да будет свет» и стал свет. По-прежнему ли существует этот свет? В связи с чем он существует? Разумеется, он существует в связи со словами Бога и в силу власти Бога. По-прежнему ли существует воздух, созданный Богом? Происходит ли воздух, которым дышит человек, от Бога? Может ли кто-либо отобрать те вещи, что происходят от Бога? Может ли кто-нибудь изменить их сущность и функцию? Может ли кто-либо сорвать приход ночи и дня, установленных Богом, и нарушить закон чередования ночи и дня, предписанный Богом? Может ли сатана совершить подобное? Даже если ты не спишь ночью и относишься к ночи, как будто это день, это все равно ночное время. Ты можешь сменить свой режим дня, но ты не способен изменить закон чередования ночи и дня. И никто из людей не в состоянии изменить данный факт. Разве не так? Разве может кто-либо заставить льва пахать землю, подобно быку? Разве может кто-то превратить слона во сла? Разве в состоянии кто-либо заставить курицу парить в воздухе, подобно орлу? Разве может кто-нибудь заставить волка есть траву, подобно овцам? Разве кто-либо в состоянии заставить рыбу перейти жить из воды на сушу? А почему нет? Потому что Бог повелел им жить в воде. Вот они и живут в воде. На суше они не смогут выжить и погибнут. Они не способны выйти за границы Божьего повеления. Все сущее имеет закон и пределы своего существования. Все имеют свои собственные инстинкты. Это предопределено Творцом. Это не может быть ни изменено, ни преодолено никем из людей. Например, лев всегда будет жить в естественных природных условиях, на расстоянии от человеческих общин. Лев никогда не сможет быть таким же покорным и преданным, как бык, живущий с человеком и работающий на него. Хотя осел и слон – оба животные, и у них обоих по четыре ноги, и оба они дышат воздухом, это различные виды, потому что они были разделены на разные виды Богом. Каждый из них имеет собственные инстинкты. Следовательно, они никогда не будут взаимозаменяемыми. Хотя курица и имеет две ноги и крылья, подобно орлу, она никогда не сможет летать в воздухе. Самое большее, что она может, это вспорхнуть на дерево. И это определяется ее инстинктом. Само собой разумеется, все это связано с повелениями власти Божьей. В рамках сегодняшнего развития человечества можно назвать науку человечества процветающей, а достижения научных исследований человека можно описать как впечатляющие. Квалификации человека, надо сказать, все возрастает. Но есть одно научное открытие, которое человек пока был не в состоянии сделать. Человечество создало самолеты, авианосцы и атомную бомбу. Человек отправился в космос, вступил на Луну, изобрел интернет, и образ его жизни стал высокотехнологичным. И все же человечество не способно создавать живое, дышащее существо. Инстинкты каждого живого существа и законы, по которым они живут, а также цикл жизни и смерти каждого вида живых существ, все это находится за гранью возможностей человеческой науки и не поддается контролю с ее стороны. Здесь необходимо сказать, что неважно, каких огромных высот достигла наука человека, она не сопоставима ни с какими мыслями Творца и не способна распознавать чудесность создания Творца и силу Его власти. На Земле так много океанов, однако они никогда произвольно не выходили из своих пределов и не обрушивались на сушу. И это связано с тем, что Бог установил границы для каждого из них. Они остаются там, где Он повелел им оставаться, и без Божьего разрешения они не могут свободно передвигаться. Без Божьего позволения они не могут посягать друг на друга и могут передвигаться только тогда, когда скажет Бог. Власть Бога определяет и то, куда они двигаются, и то, где они пребывают. Короче говоря, власть Бога означает, что все на Божье усмотрение. Бог имеет право решать, как сделать что-то, и это совершается тем способом, каким решит Он. Закон всего сущего зависит от Бога, а не от человека, и человек не может его изменить. Его нельзя подвинуть с помощью человеческой воли. Изменить же его могут мысли Бога, Божья мудрость и Божье повеление. И это тот факт, который никто из людей не может оспорить. Небеса и Земля и все сущие, Вселенная, Звездное небо, четыре времени года, то, что видимо человеку и невидимо, все это без малейшей ошибки существует, функционирует и изменяется под властью Бога, в соответствии с Божьими повелениями, согласно Божьим заповедям и в соответствии с законами начала сотворения. Ни единый человек, никакой предмет, ничто не может изменить свои законы или изменить тот неотъемлемый от них порядок, следуя которому они функционируют. Они появились на свет благодаря власти Бога. И погибают они также по власти Бога. Именно это и есть власть Бога. Теперь, после того, как столь много было сказано, можешь ли ты ощутить, что власть Бога это символ личности и статуса Бога? Может ли какое-либо сотворенное или несотворенное существо обладать властью Бога? Может ли она быть сымитирована, скопирована или замещена каким-либо человеком, предметом или объектом? Субтитры создавал DimaTorzok